Программа долгоустройства превращается в изуродование, как правило, того, что благоустраивается. Дворов, скверов, парков. В это вкладываются огромные деньги, вкладываются то, чтобы эти деньги осваивались. Превращается это все в бесконечную кладку плитки, потом снова перед кладкой плитки, бордюрный камень. Самая страшная вещь – это рулон и газон, который вместо естественного почвенного слоя стелят. Все это нужно для того, чтобы получали подряды организаций по завышенным расценкам, за это благодарили чиновников откатами. Все это история известна. Я называю это программой «Освоение Москвы». Программа мэра Москвы, сегодняшнего Собянина – это освоение. В смысле, в каком? Финансовом. Как можно больше освоить, чтобы соответствующие чиновники получили свои доходы, дивиденды. И так до бесконечности, пока не находятся власти. Я этому противоставляю свою программу. Она называется «Собережение Москвы». Эта программа предполагает отказ от разбазаривания, бюджетно-исследователь, бесконтрольного расходования, противодействия коррупции и так далее. Прекращение бесконечной застройки, переуплотнение Москвы. Ну, все это можно прочитать на моем сайте. Здесь вот сайт есть, там есть программа. Вот сайт «Метрохин.ру». Там же есть отчет о моей работе за 15 лет, о том, что я сделал в Москве. Это очень много. Здесь в этой листовке только небольшая часть упоминается, и только по треврайонам. А в отчете там по всей Москве и по России тоже много удалось сделать. Там это все можно прочитать, ознакомиться. На сайте, да? Да, вот сайт «Метрохин.ру». Вот он здесь написан. Там все это можно. Вот у нас сейчас делали капитальный ремонт. Это легче к вам не делать? Вообще капитальный ремонт, конечно, нужен для старта данных. Другой вопрос. У нас в квартире отказались все. Это общий вопрос. А другой вопрос, как он делается. Как правило, делается халкурно. Недоделок огромное количество. Плохое качество. Иногда хуже становится после капремонта. Это все почему? Потому что в Москве отсутствует вообще закон о капремонте. Во всех регионах есть закон. Где четко права прописаны потребителей, жителей в вопросе капремонта. Прописано участие жителей. Как они могут, во-первых, давать свои пожелания по капремонту. Во-вторых, как они могут участвовать в приемке работы. В Москве этого ничего нет, в Москве только распоряжение мэра и вот этого фонда капремонта, в котором скапливаются огромные деньги. И за эти деньги, которые мы платим, одна из самых высоких в России, плата за капремонт 17,5 рублей за метр. Ну и вот за эти деньги нам делают халтуру вместо капремонта. В моей программе четко написано, что надо делать, как это исправить. Можно принять закон, где четко прописать все права потребителей. Если халтурят, значит, есть право, уже должно быть право у жителей потребовать исправления халтуры и привлечь для этого другую компанию, а не та, которая сделала халтуру, а эту компанию штрафовать и не оплачивать ей работы. Все это должно быть четко прописано. А сейчас это ничего в Москве не прописано. А гарантийный срок существует при приемлении этой компании, которая говорит? Для чего я такого не знаю. Вообще-то 5 лет. Но это где прописано? Это в каких-то распоряжениях. Это все должно быть за что. Кроме того, это абсурдный принцип оплаты капремонта, что мы платим налог и платим его всю жизнь. Вот у нас провели капремон халтура. Мы не можем добиться исправления халтура. Но даже если просто совершилось чудо, и мы добились, тем не менее мы потом всю жизнь платим за другие дома в Москве. В этот общак. Это абсурдная совершенно вещь. Мы должны платить только за свой дом. Все. Почему мы платим за все дома Москвы? Это какой-то первобытный коммунизм. Это по-другому назовешь. Но чиновникам это очень удобно. Вот они вот эти деньги прокручивают. Там никто не контролирует этот фонд капитального ремонта. Как он функционирует. Мы как-то изучали, куда там идут деньги. Вот 5 миллиардов рублей так и не смогли следов найти. В тех официальных документах, которые публиковались. Так мы не выяснили. Куда делись 5 миллиардов рублей за 2017 год. Все это не прозрачно. В конечном счете все эти деньги разворачиваются. И до реального капремонта они не доходят. Доходят только какие-то ограниченные суммы, на которые подрядчики работ по капремонту, качественный ремонт не могут произвести. Они закупают плохие материалы. Какие у них работники, всем понятно. Они часто даже по-русски не умеют говорить. Что они там ремонтируют. Им даже нельзя сделать замечание, что ты не то сейчас красишь. Нельзя выбрать себе подрядчик. Это отдельный вопрос. Потому что должна быть нормальная конкурсная комиссия. В первую очередь, кто должен входить в комиссию? Житель дома. Пусть входят чиновники, да, пожалуйста. Право, префектура. Но почему они решать должны? Пусть по одному входят. Один это право, один это... Конечно, должны быть муниципальные депутаты. Но в первую очередь, должны быть сами жители. Они не имеют права участвовать в кодписных комиссиях. Сами жители ограничены возможности привлекать кампании на проведение капремонтов. Потому что, если сами жители заключают договор, чиновникам уже не достается никаких отканов. Все. У них мимо носа эту капремонту уводят. Поэтому я знаю некоторые в Москве ЖСК, которые бы открыли свой счет для капремонта. Уведя эти деньги из-под фонда капремонта. И против них просто устраивали настоящую траву. Просто траву. Войну начинают. Придирать. Организовывали там меньшинство, которое срывало собрание. Потому что это деньги. Опять освоение. Главная задача освоить финансовые покойки. Вот и все. Больше ничего власти научного не интересует. Но я этому противоставляю свою программу, как я уже сказал. Завательное режиме Москвы. Ну что еще? Это вопросы? Вопросов нет. Я просто наше стройку расскажу. Можно? Ну пожалуйста. Так. Еще раз. Ну не еще раз. А просто я сразу скажу, где я живу. Вы все же. Понимаете, знаете, да? Я живу в Малобереженске, дом 21. Почему я говорила про племашки? Вот до этого, ну просто меня взмутило. Они, получается, от нас просто через дорогу. Ну вот так получается. А у нас дом 21, если вы знаете, прямо с костером. Знаете? Знаете? Вот. В 2007 году нас обрадовали на публичных искушениях, что у нас будет элитный комплекс. Комплекс во дворе. Два здания. Фискультурно-оздоровительный комплекс. И все это будет огорожено. А мы будем вот так стоять. По кругу. Вот. И мы бегали по всем депутатам. Первым мы двинулись к Светенко, которые нам сказали, что центр топливогат. Она нам сказала, что центр топливогат. Вот. После этого мы это самое, выходили к депутатам. А, кстати, очень боятся, сразу говорю, боятся, что типа криминал. Криминал могут это самое. Да нет, я так скажу. Это самый терминал, что могут побить. Вот. И что мы должны, в общем, обеспечить депутату охрану за свой счет. То есть, где-то с жителями можно вообще собрать деньги. Вот. И Сергей Сергеевич нам бесплатно согласился вообще приехать и нам помогать. И вот он как депутат Мосгордумы. Это самое два года, 2007-2008 год. Нам ездил, нам помогал, нам стройку отбил. Вы знаете, прекрасно, что у нас ничего нету в нашем дворе. Ни к твалам, ничего. Мы спокойно обеспокоились. Это самое. Так вот я вам хочу сказать, что подписи обычного гражданина-депутата Мосгордумы, это очень большая разница. Нам как жителям столько отвечали, а Сергей Сергеевич три листа. Мы получили ответ, а потом ехали к Сергею Сергеевичу, забирали лица. Он нам очень много помог. И своими подписями, потому что человек ставит подпись, он берет на себя ответственность. Вот. Юристы нам помогали, стройку нам отбили. Вот. И я хочу сказать, что, в принципе, если мы будем голосовать за метроица, мы практически будем голосовать за тот человек, к которому можно обратиться, чтобы он нам что-то сделал, поставил свою подпись, подтянул своих юристов, ну и отбил стройку, если будет. Там уж это страшно. Это у меня третья стройка была. У нас сначала детский садик, реконструировали, что там офис стоит здоровый. Потом напротив моего дома реконструили психдиспантер, что у меня стоит ламара. Знаете, да? И когда у меня сзади стали строить ритмный комплекс, вот здесь мы вздрогнули просто. Я два года бегала, я говорю, Сергей Сергеевич, ну там писал, у нас ассоциативная группа, а я просто туда-сюда вот забирала. Поэтому вот я сейчас помогаю, мне что очень бесплатно. Это бездаром. Все. Спасибо за внимание. Ну я вот хотел... Может у нас собрание было? Может у нас сейчас я не сделаю? Что-то было собрание. Ну как бы было собрание. У нас одна девушка, она вообще не наша, которая собирала подписи. Ну как бы заочно было получается. Ну как бы вот всех подписывали, да? Очно-заочно, оно так и может быть, да? И тут же мы расписывали. А она не уехала, а что-то с родителями это не нужно. Ага. И может на идею. И за блеск на поступки. Ой, так вообще, как это там не зла, расскажи. Ну давайте вопрос, я буду как-то заниматься. Нет, главное, через один дом, такой же дом. Да, и вы сносите. И вот, значит, ореноваться в казаре. Мы одинаково этот момент это собирали. И сносят. Потому что... Понятно. Четыре дома стоят, один сносит, а прям стоят. Я хотел вот такой момент сказать. Мы сегодня здесь собрались только для того, чтобы встретиться с жителями. Ну и я пригласил на самом деле на дебаты вот этого представителя ТПР Шлакова-Хрестовского. У меня к нему много вопросов накопилось. Во-первых, непонятно, в чем его программа заключается, в чем хочет делать. Что он уже сделал для жителей района. Я честно написал, что я сделал в своей листовке. А у него ничего не было? У него ничего не было. У него ничего не было. И оттуда не оттуда не было. Я хотел ему задать эти вопросы и другие. Какое он отношение вообще к этим районам имеет, где он пытается избраться. Все эти вопросы я хотел ему задать на дебатах. Лицом к лицу. Я распространил в сетях этот призыв или вызов на дебаты. Но, к сожалению, он ответил отказом. После этого я еще раз дал ему шанс не терять лицо. И пригласил его сюда. В библиотеку Дениса Давыдова в 7 часа. Но как мы уже сейчас можем удостовериться, он все-таки не пришел. Вместо него стоит тут Куб с его портретом. Но с Кубом сложно разговаривать. Куб неодушевлен. С чего я делаю вывод, что ему сказать нечего. Что, во-первых, он продемонстрировал качественность не вполне такие бойцовские и даже мужские. Уклонился от прямого вызова на словесную дуэль. Что не характеризует его с хорошей стороны. Во-вторых, он так и остался темной лошадкой для жителей округа номер 43. И непонятно, чего от него ждать. Хотя я знаю, чего от него ждать. Он будет послушно нажимать на кнопки. Если, не дай бог, изберут депутата. Он будет послушно по указке мэрии нажимать кнопки. В Государственной Думе молчать по всем проблемам. Быть очень тихим. И иметь мандат депутата Мосгордумы. Я надеюсь, этого не произойдет. Еще раз обращаюсь к жителям округа. Призыву поддержать меня. Моя программа известна. Она называется «Сбережение Москвы». Она изложена в моих агитационных материалах. Известны результаты моей работы. Попресни, Аббату и Хамбургеров. Вот они все здесь изложены в моих материалах. Что же касается Челакова-Христовского, то он является фаворитом мэрии Москвы. Она бросает на ее поддержку огромные деньги. Огромные ресурсы. Предоставляет ему все возможности для агитации. Моя агитационная продукция сорвается постоянно. Мне ни одна рекламная фирма в округе не предоставила возможности для рекламы за деньги. Не хотят они и денег никаких. Как только слышал фамилию Митрохит, сразу говорят, что нет, у нас нет возможности извините, до свидания. То есть выборы уже на данном этапе являются заветом нечестными, несправедливыми. Я ожидаю 8-го числа крупных фальсификаций, вбросов, как это всегда бывает, махинаций с КАИБами, так называемыми. Скорее всего, все это будет происходить. Но я надеюсь, что с моей командой, с моим штабом, с теми волонтерами, которые меня поддерживают, мы сумеем прорваться сквозь честокол административного барьера и получить мандат. Я сегодня видела у него на странице в соцсетях уже подсчитан, что он получит 38% избирательного. Мы ему уже сказали, мы решили ему столько рисовать. Ну, посмотрим, как это получится. Мы, конечно, этому противодействуем. И сейчас я пока ехала к вам, все абсолютно уклеено его портретами. То есть на каждом... Да, мы его компанию не скроем. На каждой остановке. Уже вам никто не скрывает. Он финансирует меры Москвы. Она же дала в его распоряжение всю большую компанию людей под названием ГБУ Жилищник во всех трех районах. Они расклеивают им агитацию и они же сорвают мою агитацию. Причем у нас есть множество видео, как они этим занимаются, как противоправным делом. Мы уже написали жалобу в прокуратуру и ГБУ Жилищник сам. И в полицию жалобу написали. Но пока, к сожалению, какой реакции нет. Все это продолжается. Как вы считаете, почему он не идет на открытый диалог, на дебат свой? Хотя мы его приглашаем. Он не идет на открытый диалог, потому что сказать ему нечего. Он ничего не знает, ни про какие проблемы. Он никогда реально не занимался этим проблемам. Он никогда реально не помогал ни одному Масвичу, тем более жителю округа. Поэтому на дебатах, которые я его вызвал, он бы выглядел жалко, нечложно, но он это понимает. Поэтому он не испугался участвовать в дебатах самому. Ответ совершенно очевидный. Так, ну что, продолжим тогда еще какие-то вопросы. Может, я так немножко отвлекся. Это интернет что-то, да? Это вот рупор Москвы. Рупор Москвы. Я хотел официально сделать... Ой, а можно я тоже кучу? Да пожалуйста, садитесь рядом. Пожалуйста. Есть ваша группа в Москве говорит. Вот листовка Сергея Сергеевича. Вот здесь Александр, здесь это район. Вот такой дом. Улица Климашкина, дом номер 11. Вот сейчас идет очень интересный видеоролик, где якобы Сергей Сергеевич платит мужику, как там написано, мужик с рупором. Так, мужик с рупором за 4,5 тысячи рублей на мастер-карт. Так вот, я хочу сказать господину Крестовскому, что это мужик с рупором, очень уважаемый человек. Это председатель... Это все было в 2007-2008 году. Это наш митинг, это наши соседи. Я живу, по-моему, в Грузинской, дом 21. А это напротив. И вот этот мужик с рупором, которым якобы Сергей Сергеевич заплатил, председатель инициативной группы дома, художник-график, где живут очень состоятельные, очень уважаемые люди. А почему попросили приехать Сергея Сергеевича, который был тогда депутатом Мосгордома, единственный согласился вообще приехать, потому что у них строили рядом с домом, им, их домом. и пресни, речка пресни в коллекторе подземных гараж, и гаражи стали сметать. И вот они попросили Сергеевича разобраться с гаражами и вот с этим убрать этот подземный гараж. Сергей Сергеевич с этим разобрался. рядом с этим мужиком с рупором стоит тот же председатель другой инициативной группы, Кавацкая. И тоже, то есть у меня такое возмущение получается, что Шваков Крестовский не знает вообще нашего района. Он не знает, какие у нас были струйки. Он не знает наших жителей, потому что этот мужик с рупором ходит без конца в управу, в праву его борица. Он очень активный товарищ, и ну я не знаю, я просто у меня такое возмущение человек бывший военный, офицер и вот так вот я не знаю, таким вот быдлом обозвать, что ему заплатили, чтобы он в рупор говорю, я вообще не знаю. Он должен подать либо в суд в суд на закон защите чести и достоинства, либо в руководном писать заявление о кривитете. Это кошмар. Получается, нас жители просто вот держат за какое-то быдло, что нам платят, и мы за это приходим. Вот. Хотя мы вот просили депутата, что он к нам приехал, нас защитил. проходите по-другому. У меня все, хотя там действительно, там стоят с наших домов люди. Спасибо. Развязана компания черного пиара, кстати, очень примитивного. Ну, они взяли наше, вообще, вот то, что мы вызывали, тогда это эти, тоже, ну, могу сказать, они просто украли, то, что мы вызывали телевидение, просили приехать на встречу, на нашу встречу, на встречу с депутатом, выдрали там кусок и вот вставили. Вообще, ну, я не знаю, просто слов нет, это настолько, не знаете район, не знав жителей, не знав проблем, вообще ничего не знать. и здрасте, мы к вам приехали на час. Все. Ну, ладно, понятно все с этими людьми. Какие еще будут вопросы? Может быть, общие какие-то по программе, а что?